РЕБЯТАМ О ЗВЕРЕТАХ Наш герой ныряет на глубину 300 метров. Может, рыба? Нет, но он любит ее есть. Наверное, дельфин? Не угадал. У него шелковистый, гладкий мех. А, тогда пингвин. Нет, я же сказала, мех, а не перья. Ладно, сегодня мы познакомимся с серым тюленем. Все тюлени отлично приспособлены к жизни в море. У них обтекаемые, похожие на торпеды тела. И хорошо развитые органы чувств. Эти животные прекрасно плавают под водой. Они потрясающие охотники. В суровых условиях выживают только самые крепкие, к которым относятся и тюлени. Всего насчитывается 33 вида тюлени. Среди них гренландский тюлень с холодного севера, гавайский тюлень-монах с солнечного юга и обыкновенный тюлень с пятнышками. А самый редкий из них – серый тюлень. Большинство серых тюлений живут у британских островов. Их излюбленное место обитания – гибридские острова. Эти места – настоящий рай для серых тюлений, которые только раз в год выбираются на берег, чтобы завести и вырастить потомство. Именно здесь и начинается история одной серой тюленихи и ее первого детеныша. Ноябрь – идеальное время для рождения детенышей. А это наш герой – новорожденный тюлененок Салли. Привет, Салли. Ему всего несколько часов от роду. Какой-то он чумазый. Неприглядная шерстка скоро высохнет и превратится в чудесную белую шубку. Мама нашла тихое место на пляже. Здесь Салли проживет ближайший месяц, а потом в одиночку отправится исследовать море. Малыш поплывет один? И не погибнет? За это время он вырастет в три раза. Как же можно так быстро вырасти? Благодаря молоку. Тюлени молоко в 15 раз жирнее коровьего. Очень питательный коктейль. Все детки налегают на молочко. Все, кроме Салли. Почему он не сосет молоко? Ему не разрешают. Самка не кормит его. Как она может? Ведь он такой славный и голодный. У Салли это первый детеныш. И она просто растерялась. И после родов она очень устала. Да, но что же делать с Салли? Малышу всего несколько часов. Но он не собирается сдаваться. Салли выносливый и крепкий. Куда это он направился? Выпрашивать молоко у других мамаш. Что-то ему не очень везет. Первая ночь будет тяжелой. Салли должен расположить к себе маму. Ты сможешь, Салли. Ночь была длинной и очень холодной. А где же Салли? Вот мама. Отлично! У малыша получилось. Малыш выжил, несмотря на неопытность самки. Между ними возникла связь. И теперь Кроха наслаждается сытным завтраком. Салли наверстывает упущенное. В день малышам нужно около трех литров молока. Тогда они быстро вырастут и накопят слой подкожного жира, как у взрослых. Ты имеешь в виду этих дурчунов? Именно. Взрослый самец достигает длины более двух метров и весит свыше 300 килограммов. Лучше не попадаться ему на пути. О нет! Берегись, малыш! Какие недружелюбные соседи. И выглядят довольно неуклюже. На суше, да. Но в воде им нет равных. Это мастера по плаванию. Туловище тюленя, как у рыбы. Передние конечности служат плавниками, а задние рулем, с помощью которого тюлени делают повороты и переворачиваются. Вот это да! Полюбуйтесь на них! Словно огромные рыбы. Серые тюлени очень выносливые. Благодаря плотному меху и находящемуся под ним толстому слою подкожного жира, Салли не намокнет. Такая защитная одежда не только не пропускает воду, но и согревает. Думаю, ты в таких условиях долго не протянул бы. Да уж, я предпочитаю теплые водоемы. Эй! Ну и глаза! Почему они такие большие? Чтобы хорошо видеть в темной мутной воде. Глаза тюлени защищены прозрачными мембранами. Очки для подводного плавания? Точно! Со зрением разобрались. А что у тюленей со слухом? Я не вижу ушей. В отличие от людей, у тюленей нет ушных раковин, поэтому они кажутся безухими. Но у некоторых тюленей уши заметны. Точно! Маленькие и забавные. Надо же, тюлени облеют, как овцы. Это ушастые тюлени. Большинство их живет в Антарктиде. За счет мощных лаз ушастые тюлени могут при движении подниматься на четыре конечности. Кажется, что они ходят. Иногда их так и называют – ходячие тюлени. Поразительно! Они так не похожи на своих серых сородичей. Но у них тоже есть усы. Огромные усы на мордочке Сали очень важны. Усы помогают малышу узнавать родственников, общаться с ними и сыграют важную роль, когда Сали окажется в море. Под водой темно. Некоторые рыбы прячутся на дне, например, песчанка и камбала. Тут даже глаза блюдца не разглядят добычу. Поэтому тюлени как бы просеивают песок усами. Они словно прощупывают дно, пытаясь учуять еду. Эти усы в десять раз чувствительны подушечек твоих пальцев. Вау! Суперчувствительны! А в море Сали что будет есть? Что сможет поймать, когда научится это делать? Сегодня он съест лосося, треску или сельдь. А завтра кальмара или краба. Смотри, Сали снова сосет молоко. Питательное мамино молочко поможет ему нарастить подкожный жир, который будет согревать его во время глубоководной рыбалки. А насколько глубоководной? В поисках пищи серые тюлени погружаются на 30-70 метров, а тевиак – атлантический подвид серого тюленя, на 300 метров. Да! Это равно высоте Эйфелевой башни! Тюлени могут находиться под водой около часа. Они делают один большой вдох? В их крови есть вещество, которое разносит кислород по телу. А еще они буквально прикрывают приток крови в менее важных органах. Так что весь кислород вместе с кровью идет только к сердцу и мозгу. Как умно придумано. Тюлени так хорошо плавают, у них развитые органы чувств, значит, они хорошие охотники. Верно. Тюлени могут перехитрить даже рыбаков. Умные животные знают, что такое лодки и корзины для ловли омаров. И они ждут, когда корзинки опустят в воду и вытаскивают из них рыбную приманку. Это проще, чем весь день гоняться за рыбой. А вот и Салли. Он до сих пор пьет питательное молочко. Малышу одна неделя. Он стал в два раза больше, набирая по два килограмма в день. Похоже, мама с сыном теперь отлично ладит. После неудачного стата самка научилась заботиться о малыше. А Салли начал доверять маме. Какая у малыша чудесная меховая шубка. Нежный белый мех защищает Салли от непогоды. Ведь у него еще очень мало жира. Пройдет немало времени, прежде чем его слой жира будет такой же, как у мамы. А у нее еще будут дети? Несколько. Но самка будет рожать только одного малыша в год. В августе, ноябре. И всегда на суше. Салли подрастет, его мама начнет искать пару. Кстати, посмотри, кто подплывает к берегу. Эти серфингисты – самцы-тюлени. У них одно нуми. И вовсе не катание на волнах. Они ищут подруг. Главный самец выбирает группу самок. А как тюлени решают, кому быть боссом? Животные сражаются друг с другом, чтобы занять свое место среди самочек. Невероятно! Думаю, он хочет стать боссом. Детенышам тут не место. Но если ты считаешь тюлени грозными, то посмотри на этих парней. Ух ты! Кто это? Похоже на гигантских слизней. Эти крутые парни – морские слоны. Самые крупные и свирепые в семействе тюленей. Он и правда размерен со слона. Один такой самец висит как большой автомобиль, то есть в 10 раз больше самца серого тюленя. Название эти животные получили из-за гибкого, похожего на хобот, носа. Кто решится перечить такому гиганту? Они такие крупные из-за огромных запасов подкожного жира, который защищает их от холода и играет роль кладовки с продуктами. За счет этих запасов они живут. Это все равно, что покрыть себя слоями пиццы и откусывать понемногу, когда проголодаешься. Животные могут несколько месяцев обходиться без еды и не ловить рыбу. Хорошо еще, что у них нет бивней, как у слонов, а не то. Вот почему с ними никому не стоит ссориться. А эти розовые красавцы совсем не кажутся хулиганами. Не торопись с выводами. У этих моржей есть особое оружие. Ух ты! Прямо пара гигантских мечей! Их длина может достигать метра. Моржей защищает жесткая кожа и подкожный жир толщиной до 20 сантиметров. Прямо настоящий жировой щит! Но вернемся на берег, в Сале. Там взрослые сражаются до самых сумерек. Чудесное утро. Салли нежится на солнышке. А его мама что-то не поделила со своей соседкой. Она такая шумная, правда? Вот почему малыш решил присоединиться к группе загорающих. Музыка. 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 Постой-ка! А куда все подевались? Опытные любители солнечных ванн следят за погодой. Тюлени переместились в безопасное место на пляже. Ведь надвигается шторм, а это опасно. О, нет! Салли, скорее! Начинается прилив! Слишком поздно. Он сел на мель. Мама обеспокоена. Она не может найти в толпе своего сыночка. Его сейчас смоют волной. Это первая встреча малыша с морем. Такого он не ожидал. О, нет! Тюлененка уносит все дальше. А он еще не умеет как следует плавать. Салли вот-вот утонет. Малыш не справляется с сильным течением и мощными волнами. Давай, Салли! Ты сможешь! Каким-то чудом малыша прибило к безопасной скале. Он все еще один. Ему нужно отыскать маму. Это будет очень сложно. Сильный ветер поднимает не только высокие волны, но и огромные клубы песка. В такую погоду я идти бы не смог. Не то, что ползти на животе. Салли добрался до берега. Но он не видит маму. Ветер засыпает песком мордочку детеныша. Он может ослепнуть. Закрой глазки, малыш! Мама на другом конце пляжа. Пережидает бурю в одиночестве. Малыш не ел почти целый день и очень голоден. Его засыпает песком. Остается надеяться, что шторм скоро закончится. Шторм был очень сильный. Многие родители потеряли своих детенышей. Где же Салли? Да вот же он! С мамой! Решительность снова выручила нашего героя. После опасного приключения мама решила, что Салли готов к первому уроку плавания. Итак, займемся делом. Лучше поздно, чем никогда. И сразу на глубину. Хорошо, что у Салли есть слой жира. Его швыряют из стороны в сторону. Мама пытается уберечь его от волн, но храбрый тюлененок хочет справиться сам. Уже лучше! Маленькая толстенькая торпеда. Салли должен уверенно плавать, иначе в открытом море ему не выжить. Он так заметно вырос, правда? Да. За три недели он стал в три раза тяжелее. А вот его мама похудела на 80 килограммов. Ого! Примерно столько весит мой папа. Самка не ела три недели. Ей пора возвращаться в море, подкрепиться. Она обо всем забыла, пока растила Салли. Учила его быть самостоятельным. Последние капли молока на прощание. Мама справилась со своей задачей. Печально, но пора расставаться. Бедный малыш. А почему ему нельзя с мамой? В холодной воде он, как и ты, замерзнет. Ему нужно подождать, пока отрастет водонепроницаемая шерстка. И тогда он поплывет. У Салли все будет хорошо. Тяжелый старт в жизни сделал его крепким. За несколько дней он научится добывать пропитание. Он быстро растет, и теперь выглядит иначе. Вот и последний штрих. Пушистая детская шубка Салли пленяет, а вместо нее появляется гладкая водонепроницаемая шерсть. Это как превращение гусеницы в красивую бабочку. Теперь наш герой полностью защищен. Снаружи водонепроницаемый мех, а под кожей – согревающий жирок. В новой шубке Салли выглядит старше. Стал похожим на маму. За месяц детеныши обретают вид взрослых серых тюленей. Скоро они отправятся в свое главное путешествие. Кажется, Салли решился. Наверное, он вздохнул с облегчением. Ура! Свобода! Под водой его ждет совершенно новый мир. И, похоже, ему там нравится. Шансы новорожденного тюленя на выживание не более 50%. И хотя начало было не очень удачным, а встреча со стихией опасной, счастливчик Салли вырос в три раза и теперь плавает в море, чувствуя себя здесь, как дома. Совсем скоро наш крепыш начнет искать подругу. А пока он изучает окружающий мир и заводит знакомства. Удачи тебе, Салли! Ну что ж, теперь вы знаете все о серых тюленях. Ребятам о зверятах. Ведущий Дэвид Карлинг и Лаура Стретчен. Композитор Уилл Слейтер. Режиссер Валерия Фабри Кеннеди. Фильм озвучен студией ИНИС по заказу ТВ3 «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин